Твоя имеющая 30-летний стаж в детстве мечтала стать судьей, однако по наставлению родителей выбрала профессию учителя. В настоящее время является преподавателем Казахского высшего педагогического колледжа имени Жанайдара Мусина. На каждом уроке я твердо придерживаюсь изречения великого Альфараби. Образование без воспитания – враг человечества, потому что в современном обществе нельзя давать ложное воспитание. Необходимо совмещать обучение с воспитанием на каждом уроке. Только тогда в обществе вырастут умные, дальновидные, благородные, энергичные поколения. В современном обществе нелегко воспитывать молодых людей, если вы не умеете рисовать с ними, играть с ними, смеяться с ними и входить в их чертоги души. Все студенты прекрасно отзываются о педагогии, черпают самые лучшие качества. Она стала мне как вторая мама. Мы все знаем, насколько ее уважают в студенческом сообществе. Я рада, что учусь на учителя. Во время занятий мы используем разные интерактивные меры. Выполняет групповую и индивидуальную работу на высоком уровне. Хочу поздравить своего учителя, подарившего мне второе дыхание с 50-летием. Учитель должен не только учить, но и писать методические пособия. С этой же целью в 2018 году Гульжанат Серкишбаева издала учебники «Учебное пособие» и «Художественное чтение» Карагандинского издательства. В этом году, накануне своего 50-летия, вышел в свет труд под названием «Орай-Лес-Ос-Орнега». Агирин Бегенова, Аида Хамитова, Павел Соловьев, Жанбыл Болтаев, Укщак-Парад.